Метровые ямы, разбитые тротуары, грунт раскопаны до канализационных труб и ни одного рабочего. Так сейчас выглядит ремонт на улице Тургенева в Краснодаре. 7 месяцев и 27 дней компания-подрядчик пытается реконструировать одну из главных магистралей краевой столицы. Открыть новую дорогу обещали в середине апреля, но сроки постоянно переносят. Если автомобилисты худобедно привыкли объезжать этот участок, то для людей, которые здесь живут и работают, улица Тургенева превратилась в бесконечную полосу препятствий. Мне приходится на работу ходить в бахилах, потому что песок попадает в ботинки, и потом приходится вытряхивать их. А я уже не говорю про дождь. Когда дождь, то здесь просто приходится в галошах проходить на рабочее место. Здесь не могут ездить машины, ходить люди. Ну и это город, это центр города, не может же такой разрухи быть. Уже год скоро, а ничего они не делают. Это разве можно вот так шить? На отрезке почти в полтора километра должны сделать не только новую проезжую часть и благоустроить тротуары, но и заменить ливневый коллектор вместе с канализационными сетями. О том, когда все-таки закончится ремонт одной из основных транспортных артерий Краснодара, у мэра города сегодня поинтересовался губернатор края. По данным контрольного управления, ее готовность 22%. Ну и как быть с улицей Тургенева на самом деле? Потому что обещания, которые давали, они не соотносятся с той реальностью, которую мы сегодня имеем. Работаем, я думаю, что к уложенному сроку определенного мы эти все работы завершим. Юрий Алексеевич, вы нам этот положенный срок определенный, у нас как бы он плавающий, поэтому вы можете назвать его конкретный и окончательный? 1 октября этого года, чтобы максимально сделали? Этого года, да, никаких переносов больше. Самые сложные работы уже завершаются. Остается уплотнение грунта, и потом мы выходим уже непосредственно в укладку асфальта. Вы сейчас обозначили конкретную дату, и явно, поверьте, на переносу уже не должна подлежать. А если вы ее еще раз перенесете, тогда уже не должны продолжать работать, как я уже говорил, те, которые вас заверили в том, что это дата последняя. Жесткий контроль должен быть и за подрядчиком, который постоянно не укладывается в сроки, напоминает Вениамин Кондратьев. Компании нужно было рассчитывать свои силы до того, как она вышла на торги. После подписания контракта отговорок у строителей быть не может. И спрашивать с них обязаны муниципальные власти. Тем более, что ремонт дорог – одна из самых дорогостоящих статей расходов. В этом году региональный дорожный фонд составил 28 миллиардов рублей. Субсидии уже получили 247 городов и поселений. Однако активным ремонтом занимается чуть больше половины из них. И это при том, что деньги есть. Раз уже такие суммы мы себе можем позволить на поддержание, ремонт, строительство новых дорог, давайте сделаем так, чтобы этот результат был виден. 11 поселений. Деньги получили еще в январе. Еще даже к торгам не приступали. А когда они собираются их осваивать? Когда они собираются дороги ремонтировать или строить? Коллеги, это преступная нерасторопность. Никакая причина здесь не может служить оправданием для этой бездейственности. Андрей Анатольевич, мы что, разучились с деньгами работать, что ли, или что? На самом деле это безответственность. Безответственное отношение к тем государственным деньгам, которые даются муниципалитетам на выполнение, в первую очередь, их функций. Это безответственность. Я считаю, что эти муниципалитеты должны нести ответственность, в первую очередь, сотрудники. И уже на последующий период средства им не выделять. Пусть обходятся с выделяющими. Вот знаете, здесь нет, нет, это такое подходит не очень верно. И средства не выделять, если мы средства не будем выделять, нерадивым этим главам поселений, то пострадают люди, жители. А при чем здесь жители? Все, кто не осколкал денежные средства, еще раз подчеркиваю, исходя из правого поля, те руководители поселений, должностные лица муниципальных образований, которые отвечают за то, чтобы дороги ремонтировались в срок, и вовремя должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Своим заместителям Вениамин Кондратьев поручил проанализировать, как в реальности проходит реконструкция дорог в Краснодарском крае. Только в этом году отремонтировать должны 650 километров дорожного покрытия. И важны не только сроки, но и качество работ. Такие же требования предъявляются и к строительству школ. В текущем году на эти цели выделено около 4 миллиардов рублей. Не может быть, что-то сбилось, что-то не успели, что-то не освоили. А что-то требует немедленного ремонта, а что-то вообще сделано некачественно. И никто ни за что не отвечает. Я еще раз, я здесь требую, надо прекратить вот так, по умолчанию прощать. То, что люди, жители, нам не прощают. Потому что те, кто берутся за подряды муниципальные и государственные, они уверены, что им ничего не будет, засрыв этих подрядов. Вот с этим надо завершить раз и навсегда. Если сорвал выполнение государственного муниципального подряда, значит должна быть ответственность. Или финансовая, или административная, а если нужно, уголовная. Как пример нерасторопной работы подрядчика, глава региона привел строительство школы в хуторе Ленина. Сдать ее должны были еще в 2017 году, но работы до сих пор не закончены. По словам мэра Краснодара, переносов сроков больше не будет. Дети пойдут в новую школу в сентябре. Александр Иванченко, Инна Чайко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.